МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Путин поручил до 20 апреля проверить зарплаты всех бюджетников на соответствие майским указам от 2012 года. По словам президента, уровень оплаты труда не соответствует целевым показателям. На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевская сопка. Сейсмологи зафиксировали выброс так называемых вулканических бомб. Ученые считают, что извержение может быть опасным для жителей региона. Спасатели Центрального военного округа отработали комплекс мероприятий по поиску и спасанию экипажа космического корабля. Космонавтов извлекают из капсулы, передают медикам и эвакуируют. Руководящий состав Вооруженных сил Армении подтвердил требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. В заявлении говорится и о проведении досрочных парламентских выборов. Китайские ученые обнаружили в биоматериале летучих мышей четыре генома коронавируса нового типа. Согласно заключению, носители вируса – дикие животные, обитающие на территории Юго-Восточной Азии и Китая. В Иванове, в многоэтажке на улице Держинского, отключили газ в самые холодные дни. В доме стоят газовые колонки для подогрева воды. До тех пор, пока у нас последняя осталась квартира номер 20, пока они не застанут, владельцев этой квартиры дома, они не подключат никого. То есть люди сидят и без горячей воды, и, можно сказать, без еды. В пожарной инспекции говорят, что проблема в вытяжке. Во время последнего капитального ремонта в 2016 году рабочие снесли трубы воздуховода. И теперь газ не выходит в вытяжку, а накапливается в доме. В случае утечки весь дом взлетит на воздух. Надо, чтобы в эти вытяжки эти трубы поставили на место. Когда дом планировался при застройке, они не для красоты стояли, эти трубы-то. Ну, надо их поставить на место. Ссылается на то, что эти трубы дорогие, 93 тысячи труба стоит. Куда-то это уплыло. Мы написали жителями заявление в региональный оператор о том, чтобы наш дом поставили в программу по капитальному ремонту. То есть они от нас это заявление приняли. Хотя это заявление, как они мне пояснили, могла написать управляющая организация еще пять лет назад. Зато в пожарной инспекции работают четко и по графику. Газ отключают несколько раз в год, чтобы обезопасить людей от взрыва голубого топлива. Потом, правда, подключают. Но уже за деньги. 3 тысячи рублей с квартиры. Учитывая, что в 2019 году люди обращались по этому поводу уже к региональному оператору, ответ пришел очень невнятный. Мы сейчас будем с этим разбираться. Я думаю, что сроков давности здесь быть не должно, учитывая, что катастрофический урон принесен дому. Поэтому обязательно туда обратимся. Люди уже обратились с жалобой на свою управляющую компанию без действия в прокуратуру. Совместно с юристами КПРФ жители дома собирают подписи, пишут жалобы и ждут прокурорской проверки. Дневной и круглосуточный стационары, процедурные кабинеты и отделение скорой медицинской помощи. Все это в новом лечебном корпусе, открывшемся в селе Донское Задонского района Липецкой области. Как все перестроили, переделали и какое ухаживание. Ну, все, все отлично. Всем, кто здесь посещаем, мы уже не первый год, очень нравится. Буквально год назад здесь были заброшенные больницы и поликлиника. Мы рассказывали об этой проблеме в эфире нашего телеканала весной прошлого года. Тогда селянам приходилось ездить в ближайшую больницу в Задонск за 30 километров от села Донское. Автобус в выходные вообще не ходит, а в будни два-три раза в среднем он ходит. Все, и туда доберешься, а оттуда тяжело добраться домой. Ситуацию взял на контроль Липецкий обком КПРФ. В итоге капитальный ремонт за 12 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета. Облицованный фасад, новые двери и новый автомобиль скорой помощи. Мы очень благодарны «Красной линии» съемочной группе, что они нам помогнули с продвижением, с ремонтом нашей Донской больницы. Да, здесь приходилось писать запросы депутатские, но важнейшую роль сыграло в решении данного вопроса, это как раз средства массовой информации. Канал «Красная линия», который освещал на протяжении проведения всех работ ситуацию. Власть сегодня работает по принципу, если люди молчат и нет какого-то особого общественного резонанса, значит эту проблему можно просто-напросто отставить на потом.